Добрый день, уважаемые слушатели! Добрый день! В эфире Финал-ФМ Сухой Остаток. Зовут меня Олег Дмитриев. Сегодня мы поговорим о том, о чем говорим ежедневно. О погоде я предлагаю поговорить сегодня. Поскольку сегодня, как только что выяснилось, последний, ну, рабочий день, потому что я действительно считал, что завтра 1 сентября, а оказывается вон оно что. Сегодня последний рабочий день августа. Сегодня последний рабочий день лета, так говорят, но тем не менее. Сегодня последний активный день лета, в общем, грядут перемены. Те, кто не работает на даче, сегодня последний рабочий день лета. Да-да-да. Грядут перемены, говорил один замечательный персонаж. Наверняка эти перемены коснутся и финансовых рынков. Традиционно, да, активность с осени начинается, какие-то события происходят. Мы сегодня, тем не менее, обозвали наш эфир финансовые итоги летних месяцев. Кто принес сезон отпусков? Хотя, опять-таки, да, что может принести сезон отпусков? Только воспоминания о том, как было хорошо в этих самых отпусках. Ну да ладно. Итак, мы поговорим об итогах прошедших трех месяцев лета. Это июнь-июль-август. Как бы там ни было, но тем не менее, да, жизнь продолжалась, рынок жил, были движения, были события, события важные, которые рождают собственные ожидания событий грядущих. Значит, в гостях сегодня у меня Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу Церих Кэпитал Менеджмент. Добрый день, Андрей. Добрый день. И Алексей Павлов, главный специалист отдела анализа рынков Брокерского дома «Открытие». Добрый день, Алексей. Добрый день. Уважаемые слушатели, вам я напомню. Телефон студии 6510996, код москвы 495, сайт компании finam.fm. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Хотя, Леша сказал за эфиром, какие вопросы в последний день недели могут быть? А вдруг? Какие мы сами напишем, такие будут. Да, да, а вдруг таки будут. Так, и начиная эфир, давайте все же не будем отвлекаться и отходить от традиций. Посмотрим, что происходит сейчас. 15.07 в Москве, что происходит на финансовых рынках в эту минуту. Ну, или точнее, чуть раньше, что происходило. Америка закрылась вчера позитивненько. А именно, Dow Jones 1,1 прибавил, 0,2 степи и Nasdaq 0,7%. Значит, что происходит в Азии. Nikkei минус полпроцента, Шанхай композит практически в нулях. Европа в минусе, FTSE 104% теряет. И наши ребята не отстают. Минус 0,4 РТС, минус 0,4 ММВБ. Рубль продолжает слабеть. Смотрим дальше. Сырье и Форекс. Нефть марки Brent 115.30 за бочечку. Вот так. Light Sweet 108.30. Золото крикнулось все-таки, да, было, как вы помните, выше 1400. А 1395 стоит унция этого металла. И евро-доллар вчера все-таки так серьезно снизился. Сейчас какую-то опору, видимо, нашел в районе 1,3220. И небольшой отскок 1,3240 в моменте. Мы наблюдаем такую котировочку. Ну и далее набор голубых фишек. Разнонаправлен традиционно. И лучше рынка сегодня смотрится. Норникель почти 2% в плюсе. Роснефт продолжает расти. 1,3%. Процент прибавляет НЛМК. И по полпроцента Сургут и МТС Собычка. Остальные в минусе. Минус 2 АвтоВАЗ. Почти столько же Аэрофлот. ВТБ почти процент. Сбербанк 1,2%. Уралкалий продолжает снижение. И теряет почти 1,5% в моменте. Кстати, там продолжается какое-то шевеление. Возня там продолжается. Я имею в виду по поводу Уралкалия. Сегодня даже уже коллеги известного лица высказали свое мнение. Ну что ж. Вот такова картина масла. Ну и давайте начнем разговор. Еще раз напомню, мы подводим сегодня, кстати, традиционно в пятницу мы подводим финансовые итоги недели. Но аж поскольку сложились звезды, так что сегодня такой волшебный день. Два в одном. Два в одном, да. Мы подводим финансовые итоги лета. Андрюш, с тебя начнем. Ты любитель подводить итоги. Что, на твой взгляд, можно выделить? Ну и вообще, как лето в целом? Как лето прошло? Трудовое только, да? Трудовое лето. Трудовое лето. Было, значит, связано с тем, что одна из компаний Коснодара устроила слет трейдеров в Турции. Так. Под, как бы, идеей общей отдыхаем и учимся торговать. Хорошая идея. В общем, поэтому мы отдыхали, загорели и научились торговать. Там были известные люди. Там был Тимофей Мартынов. Я надеюсь, что... Он учился или учил? Учил, Лавнаму, Лавнаму. Учил, Лавнаму, да? Я надеюсь, нам... Это, кстати, следующий вопрос был, да? Мы, говорит, отдыхали, учились торговать. И вопрос назад... А чем торговать-то вы учились? Да, и вот всякие... Ну, я потом это скажу. Это, чтобы не... Как бы... Яркое вступление, краткое, да? В общем, я надеюсь, что после этого качество моих прогнозов повысится. Сильно повысится, конечно. На турецком, ты понимаешь, это... Анклюзив. Что касается рынка, вот я приехал в Москву, я не ожидал, что будет такая истерия вокруг Сирии. Буквально вот приехал. И опять вот эта мысль, о которой мы с вами постоянно говорим, что просто фондового рынка в России нет. Есть отдельные идеи в акциях, что Роснефть и Газпром — это одна песня. Сбербанк — это умирающий лебедь наш. И даже на растущие нефти, нефтяные компании, допустим, Башнефть от нефти показывает плохую динамику, а всем нужна рост нефть. То есть понятно, что просто рынка нет. Есть отдельные идеи. Вот так вот, кратенько. Леш, как ты видишь итоги летних месяцев? То, что есть идеи, уже хорошо. Да. На мой взгляд... Ну, кстати, я тебя же цитирую в эфире теперь уже, когда ты, да, предложил эту формулировку, что российский рынок акций — это рынок идей. Ну, в общем, да. То есть те сладкие времена, когда можно было купить все, что угодно, насколько угодно. И чем дольше ждешь, тем больше зарабатываешь. Они безвозмездно канули в прошлое. Кстати, вернутся они, как думаешь? Ну, почему нет? Вопрос, когда, как обычно. Дождем. Вот с этим сложнее. Доживем ли. Да, доживем ли. Да нет, ну что, что касается рынка, то есть если, так сказать, философски к этому подойти, да, то, наверное, в мае казалось, что все будет хуже. А, в общем, сейчас, мне кажется, не так все было и страшно, как казалось вначале. Вот, в целом, в последние годы лет нас никогда не радовало. Все время какие-нибудь там сюрпризы были. Вот, тот же август часто поминали недобрым словом. Ну, вот, в этом году... Ну, тьфу-тьфу, вроде бы, да, обошлось. Ну, сегодня-то, сегодня чуть-чуть осталось летом. Да, это уже можно без тьфу-тьфу сказать, что обошлось летом. И в августе, в частности. Вот, наверное, то есть, скорее всего, если что-то удивило, да, что все было, наверное, не так плохо, вот, ну, то есть это такое хорошее удивление, да, но чего-то большего ожидать от рынка, наверное, было нельзя. Ну, собственно, так оно и получилось. Ну, и да, я соглашусь с тобой, собственно, да. А со мной? Отсутствие... И с тобой тоже есть. Хорошо, спасибо. Ну, ты, в основном, про Турцию рассказывал. А про что еще рассказывает? Летом, да? Да. Отсутствие плохих новостей, это тоже хорошая новость в какой-то степени, поэтому мы летом и пережили, и слава богу, и слава богу. Хорошо, ну, а впереди, собственно, сентябрь, октябрь, да, начало, я бы сказал, активного делового года. Там, на ваш взгляд, картина серьезная, Андрюш, картина серьезно поменяется, ну, картина общая, наверное, глобальная какая-то, и картина на российском рынке, в российской действительности, придет сюда инвестор, может быть, да, наконец-то, иностранный, принесет денег, чемодан. Ну, вот такая ситуация, что у нас в августе стали немножко подкармливать позитивом вначале насчет Европы, что Европа в четвертом квартале покажет хорошую макро-статистику. Совершенно по разным странам, совершенно по-разному, вот, ну, теперь надо посмотреть, что будет в Германии после выборов, не откроются ли какие-то врата, из которых море негатива, в частности, по Греции, да, вот, я что думаю, ну, меня, честно говоря, несколько неприятно удивил рубль, вот, я думал, что в конце налогового периода будет какой-то, хоть какой-то, хоть какой-то, да, с другой стороны, вот, если... Не в 115, так на всякий случай, да? Да, и упомянуть в Турцию, да, то там, пока я там гулял, там было ослабление этой лиры, процентов на 8-10. Ага. То есть ты там еще и валютными циркуляциями... Ты не вряд ли, как люди устраиваются? Поехал отдыхать, заодно и подработал. И вот получается так, что, и вот лично мы ждем еще одну волну ослабления нашего рубля дорогого, и пока вот эта ситуация на грани, то есть на грани, я имею в виду, как бы, боковой диапазон, мы сейчас у верхней границы, да, пока там не решится ситуация, я не думаю, что кто-то будет активно покупать акции. Я понял. Прервемся, новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, друзья мои, продолжим эфир, сухой остаток на Финам.ФМ, меня зовут Олег Дмитриев, в гостях сегодня Андрей Верников, заместитель генерального директора по институционному анализу Церих Capital Management, и Алексей Павлов, главный специалист отдела анализа рынков Рокисского дома открытия. Слово «в гостях» мне сегодня как-то особенно, да, удается, потому что я представляю, что вы действительно в гостях у меня, поскольку есть повод, да, мы этот праздник сегодня для себя обнаружили. Повод есть, да, заканчивается лето, мы подводим финансовые итоги этих самых летних месяцев. У нас есть звонок, видимо, кто-то хочет присоединиться к нашему пиршеству, зовут нашего слушателя Анатолий. Анатолий, день добрый, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Ну, по поводу того, кому должен уступить. Хороший вопрос. Я просто приведу пример великого русского писателя Николая Васильевича Гоголя. А что касаемо унтер-офицерской вдовы, продолжим дальше тему, да? Так вот, по поводу выкрутавцев и выкаблучивания гражданина Онищенко, ну, это отдельная тема, об этом можно, Гоголь еще ждет. Анатолий, я прошу прощения, у нас немножко другая тема все же, мы о Онищенко не вспоминали сегодня, вы простите. Нет, я понял, по поводу Белоруссии. Постой, вопрос. А, в этом смысле, в этом смысле, да? Да. По поводу уралкалия. Я понял, что, да. И то, что предложил один из ваших слушателей, а теперь пускай пригласит Медведев, то чисто пацанские разборки. Ну, а что хотеть между пацанами, так и должно быть, пацанами в кавычках. Вспомните одно высказывание, это чисто экономическая тема ЮКОСа. Ну, все в это, конечно, верим, и я обе верю в Санта-Клауса. Поэтому, а что касаемо, помните, да, Николая Кирилевича Пугля, пускай, ну, что вы это получили назад от себя же таких же, ровно по вербам. Анатолий, я прошу прощения, связь очень плохая. Спасибо вам огромное за звонок. Спасибо, спасибо. Вот, ну, сильно переживают у нас слушатели по поводу уралкалия. Господин Альиченко, это же наше тайное оружие, массовое поражение близлежащих стран, в первую очередь. Ладно, давайте вернемся к разговору. Ну, и так, собственно, обсуждаем мы, наверное, уже, да, ближайшие какие-то события, послелетние. Андрей упомянул уже одно из них, это близится выбор в Германии. Ну, а по поводу Федрезерва все-таки хотелось бы, да, твое мнение услышать, Лешина мнение услышать. Ну, значит, еще немножко цветущий звенок первой части передачи. Значит, очень неприятно, что ни Нашинок, ни Футси 100 индекс, ни Шанхай Композит не смог летом перебить майские максимумы. Сформировались падающие коридоры на всех индексах, ну, на многих индексах. Вот, это печально, да, и как бы парадигма немножко сменилась, да, то есть вот покупать, так, инвестировать масштабно под какую идею. Вот, что касается Федрезерва, 18-го числа, с сентября, значит, это тоже, надо же готовиться к тому, что будут люди сокращать лимиты на развивающиеся рынки, там, которые могут пострадать от ужимания ликвидности. Это тоже не в пользу того, чтобы мы вышли из этих падающих коридоров наверх. Я понял тебя. Здесь тоже никакой надежды особенно нет, да, Леш? Ну, с одной стороны, то есть понятно, что, конечно, сокращение там всяких программ выкупа, да, это там не есть хорошо для рынка рисковых активов в целом, да, то есть, собственно говоря, где-то там, по-моему, месяц назад Белгросс написал там, примерно, следующее, что, господа, там, если последние два года рынки только росли на КУИ, то что же будет, когда КУИ закончится, в общем-то. Ну, понятно, что... Имеется в виду, что другого повода не было для Русска. Ну, как бы, да, это основной, так сказать, керосин для рынков был именно в этом. Вот. Ну, а что касается нас, вот я относительно, как бы, России не разделяю такого пессимизма, наверное, сильно. А почему? Ну, то есть, конечно, понятно, что, если будет Америка падать, там, никаких хаёв там мы не обновим близко, но вполне возможно, что мы-то, в общем-то, уже лежим на дне. То есть здесь нет уже западных денег, здесь как бы остались доморощенные спекулянты. И порой динамика просто показывает, что, например, там, не знаю, вот был такой день летом, я там еще не вспомню дату, да, когда там Америку пролили на 2%, а мы с утра взяли и скачали вверх. То есть здесь остались только какие-то, там, не знаю, узкоспециализированные, последние из магикан, да, которые, в общем, то есть уже нету такой однозначной реакции, нету такой однозначной связи, но вот опять, там, нефть и рубль, да, собственно говоря. Потому что, на мой взгляд, ну, наверное, одна из основных причин, да, то, что нет западных денег или их там очень мало. Поэтому мы вполне можем тут какое-то время играть в свою игру. То есть я не думаю, что там мы умрем на том, что куи свернутся, но, конечно, опять-таки, да, то есть о походе каким-то там историческим максимумом, это, конечно, можно пока обо всем забыть будет. Вот, с этой точки зрения будет, наверное, ну, что же, будет волатильность. Надо будет тогда, в общем, единственный шанс еще, может быть, заработать на волатильности, да. То есть, ну, что ж. В данной ситуации, может быть, и это неплохо. Нет, ну, наверное, стоит, да, уточнить, что если есть возможность заработать, да, это уже хорошо. Это уже хорошо. Другой вопрос, как это, да, бывает нелегко обнаружить. Андрей, мы о рубле заговорили до новостей. Если можно, продолжи, пожалуйста, свою идею, свой взгляд на пару долларов рубль. Нет, идей много. У нас была идея на прошлой неделе, это волна вольфа на, как бы, на понижение пара евро-рубль, да. Ну, вот, в данный момент идея самая тривиальная. Там уровень 33-37, если не ошибаюсь, по максимуму локально 33-37, по доллар-рубль, да. И что этот уровень будет пробет. Ничего нового по этому поводу не скажу. Ну, и фондовый рынок тоже не надо хоронить. Идеи, они все могут быть, не только плоскости купи-забыть, но в плоскости продай, а потом откупи дешевле. В частности, сейчас вот выходит на продажу Лукоил. Кстати, он показал нулевую динамику за последнюю неделю, когда был всплеск. То есть, это что значит? Мы ждем от него, что еще могут быть, допустим, задергии на 2-3% наверх. Но это задергии надо использовать, потому что он спустится где-то в районе 1800. То есть, как раз используется для короткой позиции? Да, да, да. Если кого-то пугает и будет выбивать по стопу, ну, пугает, тогда не надо вообще суббаться в этот рынок. В принципе, да, если говорим о наличии идей, то их не так много. Главное, чтобы рынок не стоял, главное, на месте. Главное, да. А в какую сторону он пойдет, мне как бы даже... Ну, понятно. Мне, как представитель брокера, может быть, даже выгоднее, чтобы рынок снизился с процентов на 40. Тогда пришли бы масса новых клиентов в компанию. Пациентов на 40, это серьезно. Мне выгодно так. Я понял. Ну, Леша, тоже представитель брокера, тебе выгодно было бы, чтобы... Ну, с одной стороны, конечно, да. С другой стороны, как бы оставшийся клиент не разорился. Кстати, так как бы... Ну, 40% это там что-что перевесит. Да, да, да. Новые деньги или отсутствие старых. Вот. Не, ну, 40% это, конечно, хорошее движение, но, наверное... Не очень реальное. Вот. Для, в общем-то, розничных инвесторов это, может быть, крутовато, конечно. Слишком. Вот. Но в целом, да, то есть, ну, как бы, логика-то понятна. Рынок должен двигаться, и тогда, как бы, будут уникать возможности. Если он будет стоять мертвяком, то, конечно, тут хоть танцы с бубном устраивай, ничего не выйдет. Совершенно верно. Ну, а если говорить все же о неких идеях, я хотел бы ваше мнение услышать по поводу золота, которое в последние несколько дней, да, показало там очередные локальные максимумы, сейчас немножко корректируется. Вот это, на чем был такой оптимизм в золоте, Андрей, как ты думаешь? Ну, это военный оптимизм. Военный. Я бы назвал, да. Ну, вообще, во-первых, там интересная ситуация была, там в районе 1325 развели народ, когда стали сбрасывать негатив, что по Индии, что... Она отказывается от золота больше. Да, ужесточение, что не хватает долларов в ликвидности, будет залог золотой запас. И на этом фоне, когда люди там стали шартить золото. А мы с вами говорили, что последняя волна снижения золота, по-моему, на 1250, она не была подтверждена еще индикаторами. Вот. И, значит, вынесли наверх. Мы-то писали, что будет либо 1395, либо 1440. Ну, что и случилось. Ну, было больше, чем 1435. На самом деле... Не, было 1435. Ну, то есть 1440. Было больше, да. Вот. Поэтому сейчас вот, мне кажется, надо смотреть сводки Минобороны США. Угу. Вот это очень... Как-то мне понравилось на прошлой неделе было такое сообщение. Флот движется к Сирии, в кавычках, на всякий случай. На всякий случай, да. Мало ли что. Кстати, опять, тему эту мы с вами затронули. Сегодня в ленте новостей я видел, что в НАТО там тоже какой-то раскол. Ну, по крайней мере, да, официально, что очень... Нет, это не раскол. Просто вчера еще вначале немцы, потом британцы заявили о том, что, в общем-то, необходимости, так сказать, бомбить Сирию нет. Ну, вот, это, наверное. В целом, конечно, в общем-то, понятно, что в вопросе довольно сложный. В общем-то, с точки зрения, конечно, военных, там, каких-то доктрин, это вообще полная ерунда, там, то, чем собираются американцы заняться. Вот. Воспитательные цели, ну, я тоже, честно говоря, как-то не очень понимаю. То есть, там, стрелять ракетой в воспитательных целях, ну, ладно. Но это вопрос политический, вот. Ко мне отношения не имеет. Поэтому, ну, в принципе, все логично. Если все было так просто, давно бы уже, там, эту Сирию обстреляли. Мне кажется, там, у американцев такое желание, как бы, имеется. Более того, даже, на самом деле, проблема там гораздо сложнее, на мой взгляд, да, и если там ближневосточные касаться и в глобальном масштабе. Поэтому, не знаю. То есть, это демарш, но, в принципе, только еще раз подчеркиваю то, что все, в общем-то, не так просто, однозначно. Вот. Ну, по большому счету, знаете, там, опять-таки, да, то есть, если же так, и как бы это союзно не звучало, там, будет этот удар, не будет удара. Ну, на мой взгляд, глобально на рынок это никак не тратится. Ну, вот сейчас, там, кто-то погоняет золото с нефтью, но это, в любом случае, все успокоится. То есть, я здесь не вижу каких-то, там, длительных, там, положительных или отрицательных связей. Серьезно. Ну, а вот если представить, да, что все гораздо хуже будет развиваться, как мы, чем мы ждем. Что-то может развиваться хуже. То есть, американцы не собираются воевать. Американцы же даже сами заявили, что они, там, хотят, там, нанести, там, несколько ударов, так сказать, ну, или, там, в течение какого-то времени обстреливать какие-то объекты, да, так сказать. Ну, а химическое оружие, ну, и все. То есть, после этого, как бы, мы возвращаемся к тому, с чего начали. Ну, а, где-то и вчера, по-моему, тоже в каких-то средствах массовой информации, нефть по 150, нефть по 200. Ну, я пока в это не шибко верю. Андрей. Я по 200 не читал. Вы читали в этом? Я по 150 читал. По 150 мы обоснуем вам задним числом, конечно, когда набудут. Ну, это понятно, что вы же аналитики, вы все это делаете задним числом. Ну, а логика-то в этом и есть, по крайней мере. Видишь, вообще, я так думаю, что если ударят, то нефть наверх, а рынки фонда вниз. Вот так. Ну, вряд ли до 150 просто. Вряд ли до 150. Да, 150, цифра меня просто возбудила очень. Это реально 150? Меня не столько ничего не возбуждает. 150, может быть, все что угодно может быть. Ну, понятно. Ну, дай бог, дай бог, дай бог, поживем, увидим, что называется. Да, ладно. Значит, сейчас у нас очередные новости. Напомню, что мы подводим сегодня финансовые итоги летних месяцев, что принес сезон отпусков. Итак, продолжим эфир. Сухой остаток на Финам. ФМ. Напомню еще раз, мы подводим сегодня финансовые итоги летних месяцев. Подводим сегодня финансовые итоги недели. Как обычно, происходит это по пятницам. В гостях у меня Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу целей в капитал-менеджмент. И Алексей Павлов, главный специалист отдела анализа рынков. Броксово-домооткрытие. Телефон студии 651099, 6. Код Москвы 495. Сайт компании финам.ф. Итак, продолжим разговор. Андрей, ты заговорил о том, что в случае реализации неприятных сценариев нефть вверх и фондовые рынки вниз. Все фондовые рынки или есть все-таки опять у нас бейчмарк некий, который лучше всех всегда выглядит? Кстати, Леша, помнишь, мы какое-то время назад, по-моему, даже еще весною говорили о том, что сейчас один только фондовый рынок привлекает внимание инвесторов. Все остальные, соответственно... Ну, условно, да. То есть, если мы там под одним рынком имеем американский рынок... Американский, конечно. Или развитые там несколько рынков более широко, да. Ну, в целом, да, наверное, принципиально ничего не поменялось с тех пор. С тех пор ничего. Да вот, Андрей, в этом случае американский фондовый рынок тоже пойдет вниз? Да, привлекает. Даже вот сейчас скальперы некоторые сделали стаканы, свои приводы для американского рынка. Даже скальпер это отворачивается. Это так, это лирика. Что хочу сказать, что за... Это не лирика, это показатель. Даже скальпер отворачивает от английского рынка, говорит, за... Верников. Время работы на фондовом рынке, как бы, я стал очень циничен достаточно. Ну, а иначе нельзя это. Да. В общем, хочется вспомнить 2008 год, значит, когда в сентябре было не очень большое, вернее, в августе не очень большое снижение мировых рынков. И началась вот эта шумная кампания по поводу, якобы, говорю, агрессии России против маленькой независимой Грузии. И она, в общем, как-то сделала такую дымовую завесу, после чего совершенно спокойно в сентябре, в октябре было дикое падение рынка, да? Причем, про дымовую завесу мне понравился. Вы знаете, вот дым, 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 потом он рассеивается, да, и все резко вниз пошло. И когда вот сейчас вот еще инспекторы ООН взяли билеты на самолет только, который сейчас в Сирии работает, только на субботу, но уже сейчас заявляется, что это Асад применил химическое оружие уже до того, как начали, да? Да, посмотрели. Начинает возникать у меня вопрос, значит, ну я еще, извиняюсь, циничный, да, не используют ли операцию в Сирии в качестве дымовой завесы до того, чтобы скрыть какие-то финансовые, возможно, траблы, которые, может быть, будут после сворачивания программы покупки облигаций. Вот вчера президент Федерального резервного банка Ричмонда об этом заявил, об возможности. Кроме того, вышла хорошая статистика по ВВП, по окончательной ВВП за второй квартал, лучше ожиданий. И, в общем, и по безработице выходит неплохая статистика. И все, в общем, может быть так, что внимание от честности будет отвлечено. А если даже посмотреть на американский график, вот, да, то он сейчас опять сформировал понижательный коридор по индексу стандарт 500, там верхняя отметка 1660 пунктов, да, и это тоже меня как-то напрягает. В принципе, он не тестирует верхнюю границу этого коридора, а тестирует постоянно нижнюю, когда прижался. Это показывает... У него есть основания, да, пониже еще пойти? Да. Да. Желания есть. Да, что можем пониже увидеть. Вот так и думаем. Ну, про домовую завесу это здорово. Ну, то, что пониже, как бы, тоже все... Логично, да? Логично, да, с учетом того, что, как бы, американцы собираются сокращать. И, видимо, в сентябре уже будет объявлено о том, что, по крайней мере, там, сумма на выкуп, которую они ежемесячно тратят, она будет уменьшена. Ну, да, ну, и, собственно говоря, там, скажем, коррекцию на американских площадках некоторые уже, наверное, год ждут. Давно. А уж с января-то, когда там ХАИ были обновлены, это вообще без вопросов. Уже давно в короткой позиции сидят, да. Скорее бы анализовался. Еще один звонок у нас есть, давайте послушаем. Максим, день добрый, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый день, Олег, добрый день, эксперты. Вопрос мой такой. Где-то месяца полтора назад я звонил на вашу передачу, там, по-моему, другие эксперты были. У нас много, у нас много экспертов-то. Да, экспертов-то все гарно вытарят. Вопрос в том, планируются осенью траты в доллары. Я спрашивал, как бы, когда был 32, имеет ли смысл час покупать? Значит, сказали, что надо подождать. Вот чуть-чуть подождали, 33 с ГАКом, вопрос, имеет ли смысл час покупать? Или еще подождать, да? Да, или подождать. Траты будут где-то ближе к декабрю. Траты будут ближе к декабрю. Я понял, Максим, спасибо за вопрос. Спасибо, спасибо вам. Я думаю, что поздно покупать. Молодец. Ну, у человека, в любом случае, понимаешь, ему нужно кэш... Надежду нельзя отнимать в инвестор. Нет-нет-нет, он же не спекулянт. Ему нужен долларовый кэш, будет ближе к декабрю, понимаешь? Ну, ближе к декабрю надо покупать. А если будет 35 к декабрю ближе? Ну, может быть, и 55, но вероятность это очень невелика. А если будет 30? Нет-нет, подожди, подожди. Вы аналитики, в конце концов, вы не бабушки-гадалки же. Андрей. Я из Эриха, мы не боимся подставляться. Давай. Не боимся, пускай нас потом повесят. Давай, подставляйся. Как бы, наш прогноз на сентябрь, из которого мы делаем наши продукты, структурен 33,5 в середину сентября. И на декабрь 34,5. В общем, я думаю, что движение, ослабление рубля будет, это движение не на неделе, да. Это тренд. Это тренд, который будет продолжаться. В общем, и поэтому, когда сейчас говорят, есть ли у нас на рынке защитные акции. Я говорю, есть, зеленая защитная акция. Ну, да. Ну, то есть, если ответить все-таки на вопрос-то, Максим, сейчас лучше поменять доллары-то? Да нет, вообще, сейчас надо постоянно покупать маленькими частями, потому что вы ничего не угадаете, кроме того, что, вы понимаете, что нефть 117 не смогла засунуть пару ниже 32. То есть, 32 уже все. Там уже не будет, можно попрощаться. Ну, я не был бы столь пессимистичен. Я думаю, что к концу года где-нибудь мы в 32, 32,5 спокойно вернемся. А то, что нефть не засовывать, так потому что это как бы не фундаментальный фактор, а чисто спекуляция. Если нефть здесь просидит месяцок на этих уровнях, то все довольно быстро изменится. Поэтому я пока не склонен хранить рубль, собственно говоря. Ну, и не стоит забывать там, скажем, даже банальный фактор Центробанка. То есть, мы какого-то стремительного роста уже не увидим, потому что там и корзина бивалютная уже бьется, так сказать, в верхний коридор. Центробанку, конечно, пока опускает, но это... Опять на 5 копеек он поднимает, если быть точнее. Но, собственно говоря, понятно же. Последний раз, когда мы подходили к верхней границе, мы оттуда очень резко скачали, очень быстро. И даже фактически там одних словесных интервенций, если бы это хватило, чтобы практически там рубль просвистел вниз корзина. Так что, вот. А фундаментальный фактор пока не поменялись. Ну, да, слабый рынок, там некий отток капитала в моменте, в конце августа. Да, там, возможно, там в том числе и связан там сейчас же пик дивидендных выплат, который тоже может быть кто-то, так сказать, не особо разбираясь, конвертирует в доллары. Вот, но, в общем-то, ситуация для августа там более-менее стандартная, с рублем, да, она здесь никогда в последний год рубль не был крепким. Но, опять-таки, да, фундаментально ничего не поменялось. Нефть довольно дорогая, вот. Более того, не принципиально даже то, что сейчас она там 117 или там 115, да, принципиально то, что летом она фактически 100 не пробила. Она удержалась выше 100, как бы там все не пугали, не говорили, что там экономики коллапс, спрос на нефть падает, там ля-ля-ля-ля. Нефть осталась довольно высокой. Да, и скорее всего, как бы, а уже сейчас получается такое дело, что 100 долларов за баррель, это уровень, который, в общем-то, он просто даже не то, что нам, там, он необходим фактически всем странам Персидского залива, поскольку только при таких ценах у них там в ноль верстается их собственный бюджет. Так что здесь уже, как бы, что-то должно, смена какой-то глобальной парадигмы, да, чтобы нефть там куда-то там в 50 или в 60, как некоторые пугают. Этого не будет, нефть будет здесь же, вот, и как только что-то там изменится в лучшую сторону, все равно, то есть, понятно, что все деньги сразу к нам не вернутся, но здесь на таком рынке будет достаточно, там, какого-то небольшого притоха, даже спекулятивного капитала, и рубль сразу, в общем-то, качнется в сторону укрепления. Вот, а, собственно говоря, опять-таки, посмотрите, все последние годы, там, новогоднее ралли, это то, что имело место практически каждый год, и это, как бы, это просто... Ну, в том или ином виде, как бы, рынок, скажем так, в декабрю подрастал, вот, даже, естественно, что там штормило, там, в сентябре, в октябре, там, грубо говоря, вот, и даже, мол, начало ноября, декабрь, было стабильным, в общем-то, периодом роста, вот, это, соответственно, капитальные потоки, это тоже в пользу рубля, а фундамент рубля, опять-таки, остается крепкий. То есть, вот эти флуктуации, это просто, на мой взгляд, некие, там, скажем, спекулятивные вещи, там. Я понял тебя. Я только хочу напомнить, что у нас сейчас очень деструктивные тенденции на рынках развивающихся стран, да, и мы говорили туда про рупию, вот, про лиру. Сейчас то же самое по рынке сырьевых стран, бразильский реал, австралийский доллар, вы смотрите график австралийского доллара, который находится на трех годовых минимумах сейчас, да, и мы сейчас живем не в вакууме. Я видел, видел, да. Сейчас валюта определяется, в том числе, и оттоком притока капитала, значит, с какой стати у нас сейчас пойдет приток капитала, вот, мне непонятно. Речь о спекулятивном капитале на финансовом рынке. Понятно, что в глобальном масштабе у нас структура экономики такова, что у нас отток капитала, это явление, она практически постоянное. Пару кварталов вот был там до кризиса где-то приток, но в целом, понятно, здесь ничего не меняется. Я факторов не вижу в пользу так серьезного укрепления рубля, честно говоря, потому что, ну, запустить моторы экономики невозможно, провести культурные реформы, которые они проводили за годами, да, ну, просто, значит, остается только потихонечку девальвировать. Да, ну, девальвироваться рубля тоже не панацея, к сожалению, если все было так просто, то давно мы уже запустили бы давно. Вы говорите про... В начале девятого года бы такой был импульс, она бы до сих пор летела бы быстрее китайской. Вы говорите про бивалютные коридоры, которые могут, грубо говоря, немножко молоточками, киянками, да, но дело в том, что там уже семь или восемь раз он сдвигался подряд, так что... Ну, семь раз в августе. Да, сдвинут девятый раз, не в первый, собственно. Я понял. И тем не менее, смотрите, что Максиму-то мы, ну, Лешина точка зрения, да, что сейчас... А тут две точки зрения, которые расходятся. Максим, видишь, что... Не угадаешь, я не могу, Максим, дорогой Максим, я не могу вам сказать точку, где покупать. Но надо работать от покупки, мне кажется. Ну, я опять напомню, Андрёш, да, Максим всё-таки не валютный спекулянт, а он вот практическую задачу какую-то решает и задаёт вопрос, когда менять рубли на доллар. По твоему мнению, ниже тридцати трех вряд ли уже опустится, да, он... Тридцати двух. Тридцати двух, сори. Тридцати три рядом, почему? Двадцать раз ещё опустится. Да-да-да, тридцати двух. Вряд ли опустится, а Лёша говорит, он может... Ну, опять-таки, я не думаю, что... Ну, я не думаю, что ниже тридцати двух. Да, тридцать два, тридцать два с половиной, но я не думаю, что он там будет тридцать пять к концу года. То есть, технические точки зрения всё-таки, да, там, тридцать два, тридцать два с половиной, такая возможность туда сходить есть. Хотя бы в рамках коррекции, но сходить туда есть. И в этом случае, наверное, Максим, и есть смысл будет вот эту вот валютообменную операцию совершить по этим ценам, не по нынешним. Ещё один звонок, давайте послушаем, успеем ответить, либо тогда уже в следующей части. Юрий, день добрый, вы с нами, говорите, пожалуйста. Добрый день. У меня такой вопросик, вот о каких ста долларов себестоимости у арабов вы можете говорить, когда даже наши добытчики, я вот, например, по работе тесно связан с одним дочерним предприятием одного жёлто-чёрного добывальщика нефти, так у них там себестоимость, ну, то есть после всех налогов они ещё очень-очень хорошие. Извините, пожалуйста, речь шла не о себестоимости. Я говорил о цене нефти, которая балансирует бюджеты арабских стран. Конечно, себестоимость там копеечная, но они не смогут уже исполнять там все свои социальные и инфраструктурные обязательства при цене нефти там ниже ста. Ну, в среднем, там, скажем, по Ираку, там, Ирану, Саудовской Аравии, там, Катару и так далее. Вот о чём была речь. Ну, если у них там копейки, так сказать, то у них там моржат. Нет, причём есть моржа, у нас тоже большая моржа, но у нас бюджет дефицитный, вы обращаете внимание, при том, что нефть стоит 110. Юрий, если есть ещё что сказать, не отключайтесь, мы сейчас прервёмся, у нас новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, друзья, последняя часть эфира, сухой остаток на Финам.ФМ. Ещё раз я напомню вам, уважаемые слушатели, мы сегодня подводим финансовые итоги недели, ну и вкупе с ними летних месяцев, финансовые итоги лета. В гостях Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу Целих Кэпитал Менеджмент. Андрей Павлов, главный специалист отдела анализа рынка в Рокисове Дома Открытия. Телефон студии 6510996, код Москвы 495. Ну, прокомментировать нужно разговор с Юлей, да, всё понятно. В принципе, здесь мы разобрались, конечно, речь шла не о себестоимости нефти, добыче, да, добыче и переработке, а именно о верстании бюджета, конечно. Кстати, возвращая их к 100 долларам, сегодня буквально вот я скачал перед эфиром, Минфин отправил в правительство бюджетную стратегию России до 2030, до 2030 года. Ну, там много всего интересного, ну, Андрей, не можешь сейчас, подожди, подожди, там много всего интересного, но я сейчас вот подчеркнул, пока была реклама. Сценарий в три. Все начинают в 2016 году. Первый, кратковременное падение цен на нефть до 60 долларов за бочку. Второй, падение на несколько лет до 80 долларов за бочку. И падение до 80 долларов за бочку с минимальным, а, предыдущий с последующим ростом, а третий с минимальным восстановлением. Ну, то есть, практически там она и замрёт. Ну, и тем не менее, смотри, 60, 80, 80. Комментируешь? В 2016 год? В 2016 году вполне, а? Любой прогноз там длиной более чем год, я считаю, что это максимум точно. Пальцевые небы, да? Ну, фактически, да. Ну, понятно, что как бы должны быть некие вилки там, вот, собственно говоря, а вторых опять, да, там какие цены там реальные братья или там номинальные. То есть, сложно сказать. Ну, и перестраховка какая-то, наверное, да? Просто надо понимать некую вилку развития. Понятно, что там ни 80, ни 60, да, там, в общем-то, этих цен там не будет. Они в любом случае будут другие. Там будет 58 или 123. Нет, ну, порядок-то. Все это условно, как бы, поэтому, что там прогноз на три года, да, и если запомнить еще, посчитать, сколько раз они там будут его переписывать, вот. У нас бюджет отправится по пять раз на год, поэтому все нормально, к сожалению, просто все завязано на одном параметре, цены на нефть, поэтому приходится им часто все рихтовать, вот. А он довольно волатилен. Это да. А с другой стороны, да, вот, когда подобные документы готовятся, ну, я думаю, проще готовить-то его, потому что если было 20 параметров, надо их каждые 20 посчитать и там прибавить, перемножить. Безусловно, безусловно, с одной стороны, да. А здесь либо туда нефть, либо сюда нефть. И вот, ребята, так и будет. Я думаю, что никаких расчетов под этих нет, реальных. Просто если нефть упадет, то Минфин говорит, мы вас предупреждали. Мы будем учитывать, да, да, да. А, и второй момент, это сейчас наметился тренд, государство пытается реанимировать экономику с помощью каких-то мегапроектов. Там, супер-кольцо вокруг Москвы, или Шереметьево новое в городе Клим, под Москву. Стимулирование внутреннего спроса. Да, и они на всяком случае тут могут рубить под эти сурдиночку эти проекты. Говорят, вы что, с ума сошли? Развертать супер-аэропорт в Клину, вы что, охренели? Я понял. Ну да ладно, ладно, прокомментировали, по крайней мере, уже хорошо. Значит, следующий момент, который сильно меня тоже интересует. Учитывая, Андрей показывал график китайского индикатора под названием «Шанхай-композит». Давай вот обсудим эту тоже часть, да, глобального рынка. Как, на твой взгляд, будет Китай-то себя чувствовать в ближайшее время, учитывая, что он, а, часть развивающихся рынков все-таки, но, б, тем не менее, на нем огромное внимание мирового сообщества, да, всегда сосредоточено, потому что его рост, это рост или поддержание спроса на сырье, прежде всего на промышленный металл. Ну а далее там, со всеми остановками. Андрюш. Ну, я думаю, что нам, как бы, главное, чтобы по итогам года продукт воловой не падал ниже 7%, а вот эти цифры там 7,4 будет или 7,6, это не так уж важно. Я уточню, если позволишь, речь о китайском воловом продукте. Да, ну вы сказали про Китай, да? Нет, нет, ну просто такая фраза такая, главное, чтобы наш... Да, Китай-Китай, наши друзья, да. Вот, ну вот мы видим, что они после съезда своего исторического компартии, значит, они занялись в пилотной экономикой, анонсировали ряд проектов, в том числе улучшение структуры городов, в том числе строительство железных дорог там новых, да, и понятно, что если экономика такая, что если они, так сказать, будут вновь дальше снижаться в ВП, да, то они будут стимулировать всякими новыми проектами, чтобы мы в этих студиях, вот часто есть эксперты, которые говорят, рассказывают страшилки, про пустые города, где окна не горят. Да, да, да. Но это страшилкам уже много лет, да? Ну ты имеешь страшилкам много лет или городам этим, где окна не горят много лет? И тому, и другого. И страшилкам, и городам. Ну они так и есть, вот это главное. Да так и вот, понимаете, так и есть, но вот еще один проект их запустят, то есть снижение есть, но оно управляемое снижение. Тогда объясни мне, пожалуйста, пять минут назад ты говорил, причем скептицизм, да, в твоих словах просто читался, да, даже не ирония, а именно скепсис по поводу того, что вот третье кольцо транспортное в Российской Федерации или трасса Москва-Казань, да, и все это вот ха-ха-ха. А Китай таким же образом пытается. Помнишь, это самый девятый год, по-моему, когда у нас и в Китае стали автопром стимулировать. Да, да, да. В Китае за год там было плюс 50 продажи роста, а у нас минус 50. У нас по-разному работает. Одно и то же, да, но, к сожалению, в разный... Что такое внутренняя экономика? У нас, вот, дело в том, что, извиняюсь, конечно, но в Китае как бы за коррупцию расстреливают. И там как бы вот эти вот насосы, там где-то утечка вот не такая в сторону просачивается. То есть там больше, да, доходит непосредственно до самого проекта, чем... Да, мне так кажется. То есть в этом дело, Леша? Ну, в разные стороны. Действительно, задача решается одинаково, да, экономики, ну, я не знаю, близки, не близки, там, ментально, может быть, где-то рядом. Ну, давайте здесь как бы тоже уж, если там говорить серьезно, надо смотреть-то еще на масштаб экономик, да, там, на объем этих финансовых программ, да. То есть все-таки как бы там при всем уважении к Москве одно кольцо вокруг нее там вряд ли всю российскую экономику сможет, так сказать, поднять. Понятно, собственно, вот это должен быть несколько более там цельный, масштабный и так далее. У нас пока как бы точечные проекты. Вот, собственно, Китай еще во время кризиса, он там довольно большую масштабную программу там по модернизации инфраструктуры, там серьезные объемы там были. То есть... Да нет, понятно, что любой такой проект, он там какие-то там вам чисто математические плюсики-то ВВП нарисует. Ну, как бы, что дальше? То есть это должен быть импульс просто, а не сегодня плюсики, а завтра программа закончилась, и там пустое место. А вот с этой точки зрения отличия есть, да, в Китае и в России. То есть у Китая действительно после плюсиков, да, есть еще по списку, да, пункты по списку. Скажем сейчас так, да, что сейчас, по крайней мере, китайская экономика наедет, а наш уже, в общем-то, стоит. Ну, при всех там манипуляциях Минэкома, там Росстата, мы стоим, это уже всем понятно еще был год назад. Что если мы не стояли тогда, то встанем сейчас. Вот и все. Китай, значит, после всех инвестиций останутся дороги, железные аэродромы, у нас останутся пустые стадионы. Ну, а почему? Вот я просто хочу сказать, что он будет пустой, и каким образом будет добавленную стоимость производить, мне просто интересно, пустой стадион. То есть ты в том плане, что это менее эффективно, да, что там строится железная дорога, которая будет приносить прибыль, а стадион он прибылью принести не сможет. Ну, либо если мы вдруг неожиданно еще и футбольную команду приличную какую-нибудь, да, соорудим. Вот все проекты, которые спускаются сверху, ну, по государству, вот, допустим, они сводятся к монорельсовой дороге уже в ДНХ, которую построили в Москве, и теперь, говорят, надо ее размонтировать. Да-да-да. Сначала с помпы вводят, потом с помпы размонтировать. То есть примерно так, да, все? Да. Все будет. Ну, печально, конечно, печально. Ну, а возвращаясь к Китаю, все-таки, Андрюш, да, значит, позитивно, я так понимаю, ты смотришь на его перспективы, но он поддержать сможет, да, как минимум, там, часть мирового ВВП, имеется в виду, да, спрос на сырье, да, и металлурги, кстати, твои любимые в этом случае. Обратил на металлургов, обратил внимание, что в последнее время статистика показывает, что товароборот между США и Китаем выравнивается, вот этот вот дизбаланс ужасный выравнивается, значит, возможно, заработали какие-то все-таки моторы внутренней экономики в Китае, вот, а мы, поскольку Китай достаточно закрытая статистика, мы об этом узнаем в последний момент, конечно. А когда он будет последний? Последний для нас или для них? Вот в чем ключи вопроса. Просто фраза такая зловещая, мы об этом узнаем в последний момент. Так, ну, может быть, мы обсудим идеи, вот, какие у вас идеи? Я не чувствую, что я инициативу беру 40. Не, нормально, нормально. Просто я уже время столько, что уже пора идеи рубить. У нас уже до 3 минутки осталось. Идеи, Андрей, что купить, что продать, совершенно верно. Из акций? Да. Не знаю, ну, вот вчера, например, новость была по Верафарму, пожалуйста, чем вам плохая идея. Вот, плюс 15% возможной оферты. Мне нравится тургут нефтегаз ПРЕФ. Я думаю, что при таком курсе, даже при том, который я прогнозирую, если будет такой, как Андрей прогнозирует, курс доллара, ты имеешь в виду? Курс доллара к рублю, там будет больше трех рублей дивиденд на ПРЕФА. Тоже вполне замечательно. Ну, хватит. Для Астраски, так сказать, хватит, да? Поскольку мы говорили, что идей не так много на российском рынке, поэтому хватит. Вот парочка есть. Андрюш. Ну, что, мы сказали, что, значит, при всем подъемах шортить Лукойл, шортить Сбербанк, открывать длинные позиции по Газпрому, где впервые за многие-многие месяцы наметились какие-то крупные покупатели. Хотя сейчас в моменте они ушли, но в моменте. Смотрите, да? Ну и Роснефть наше все. То есть сейчас Роснефть наше все? Ну да, раньше говорили, что Сбербанк там драйвер рост. Вот, вот, вот. А вот видите, что происходит? Сейчас вот 28-го числа вышло МСФО, да? И оно даже оказалось чуть хуже ожиданий. То есть уже банки, и американские банки там не показывают, и наши не показывают. То есть уже Сбербанк не наше все. Вот так. Как быстро меняются, да, точки зрения? Прям ужасно. Просто понятно, Лукойл Роснефть, раньше Олег Перев активно скупал Лукойл, бумага стояла. Теперь, смотрите, господин Сечин в Роснефть пришел. Говорят, немалые деньги занял. Я хочу вам сказать, какой, извините... Надо быть в тренде, в тренде. Какое, извините за выражение, фундаментальный или технический анализ? Зачем это нужно? Вот вам, пожалуйста, да? Господин Сечин покупает акции собственной компании. Вперед, инсайдерская торговля. А вот говорят, есть и роботы, которые реагируют на фразы, там, Сечин покупает, они раз заявку в стакан и слащают. И начинают активно, активно баять. А он, оказывается, молоко покупает в избенке, да? Раз беда. Ну да ладно. Ну и минутка еще есть, Андрюш. Что-то я... А, про банковский сетер и про Сбербанк. Все-таки, смотрите, ну, учитывая, действительно, что не поражает воображение, да, и статистика по банкам, и, наверное, ожидание вот этих вот историй, да, с Куе-3, да, не позволяет все-таки, да, на банк рассмотреть. Да нет, здесь, если говорить про Сбербанк, тут Куе-3 абсолютно ни при чем. Это ситуация в нашей экономике. У нас, в общем-то, ну, собственно, то, что бум потребительских кредитов, в общем-то, пик был в прошлом году. В прошлом году тоже было понятно. Он еще с осени там все стало снижаться. А теперь, поскольку экономика встала, как бы, и, собственно говоря, сектор промышленный тоже там не является драйвером роста кредитного портфеля. То есть кредитный портфель стагнирует, а значит, у вас будут расти резервы, ухудшаться, конечно, падать прибыль. То есть все, что мы наблюдаем в банкском секторе. Да, и государство приложило немало усилий до того, чтобы ограничить рост кредитований 20%. Вот, пожалуйста, получать. Ну, ладно. Спасибо огромное, друзья мои, будем закругляться. Напоминаю, сегодня в студии Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу церей Capital Management. Спасибо, Андрей. Спасибо вам. И сегодня в студии Алексей Павлов, главный специалист отдела анализа рынка в Рокисах Дома Открытия. Спасибо, Алексей. Спасибо. Уважаемые слушатели, спасибо за внимание. Хороших выходных до понедельника. Успехов на рынке. До новых встреч.